Добрый день, уважаемые любители шахмат, всех с наступающим Новым Годом, здоровья прежде всего, ну и, конечно же, улучшать свои шахматные навыки, новых результатов, новых успехов, безусловно, от души всем желаю. Ну а я вам приготовил очередной небольшой обзор Эрсинкс Мастерс и поехали. Итак, вчера произошли следующие изменения, сразу покажу вам таблицу. Даня Дубов вчера, нельзя сказать, что сенсационно, но обыграл все-таки действующего чемпиона и прошел дальше, прошел, соответственно, в полуфинал. Ну а, соответственно, Ян Непомощник, к сожалению, не одержал победы над Тимуром, наоборот-таки на перебоях Тимур Роджавов оказался сильнее и Роджавов идет дальше. Таким образом встречается он с Дубовым в полуфинале. Ну а другая полуфинальная пара Аронян никаких не имел проблем с Накамурой, и ваш Ев тоже очень уверенно смотрелся с Лесо. Достаточно интересная пара и пожелаем Дане Дубову успеха. Безусловно, все прикованы к его игре на данный момент, и будем надеяться, что он и дальше будет радовать нас своими успехами. Ну а тем временем я начну свой обзор именно с партии Роджавов Непомнящей, одна из ключевых партий, а затем мы переключимся к матчу Карл Сендугу. Итак, Тимур Роджавов играл белыми против нашего одного из сильнейших шахматистов России. Напомню, что Ян успешно выступает сейчас практически во всех соревнованиях, и пожелаем ему тоже от души и дальше радовать публику. Итак, вот такая была позиция, Б6, ход достаточно редкий, как я помню, и у белых помимо Ферзь С2 еще и КБД5 заслуживает всегда внимания. Но Ферзь С2, ход достаточно стандартный, таким образом белый готовит две идеи. КБД5 с идеей слон Е4, также слон Х7. И вот после хода КМ6, ЛД1, в принципе, у белых считается достаточно плюсовая игра, как говорят в таких случаях, и стандартная жертва пешки Д5. Значит, ну, как сказать, что жертва? Естественно, временная жертва, то есть Д5, даже если этой пешке не стало бы просто так, то все равно была бы компенсация, скажем так. Итак, он Д5, Ферзь Д5 ходить нельзя за слон Х7, ну, а приходится вот идти вот на такую позицию. Очень быстро партия переходит в такой, в общем-то, миттельшпиле, где у белых все-таки поприятнее. Ферзь на С7 не так хорошего, он всегда попадает под удары ладей. Ну, и, соответственно, здесь нечто похожее произошло. Ферзь Б7 пытался спрятаться Ян, и вот этот ход оказался неудачным, потому что белые сразу же набросились в Ферзь Е4. Но стоило предпочесть Ферзь Д7, то есть здесь более аккуратный ход, и на Ферзь Е4 черные бы уже выигрывали ходом КМ6. Обратите внимание, здесь белые теряют фигуру. Но вот Ферзь Б7 оказался неудачным, потому что напали на мат, теперь хода КМ6 нету, приходится играть Ж6, строгий ход, и просто-напросто упала пешка. Помимо С6, еще КНД4 серьезнейшего внимания заслужило. Ну, в общем, С6 тоже оказалось неплохо, недурно. После слона Ф5 выяснилось, что позиция сразу же переходит в техническую, и, конечно, здесь радоваться Яновам было нечему. Ну, и, в общем, позиция быстро очень здесь все закончилась для нашего, одного из любимых наших шахматистов ярких, вот таким вот ударом. Ну, и, в общем, Ян тоже наносил удар Раджаву, вот здесь белыми, он тоже выигрывал партии, но, однако, не хватило. Вот, в решающем Армагеддоне Раджавов играл черными и сумел матч в свою пользу сложить. Ну, а мы переходим к партиям-близнецам, к партиям великолепного Дани Дубова. Он играл белыми против Магнуса, и, конечно же, вот такие вот мотивы каталонские, очень было приятно смотреть. Итак, КНД2 ДЦ, значит, одна из таких вот важных веток в этой позиции, и вот спокойная такой вот А3 хоть. Значит, ну, все это встречалось, естественно, эта теория не первый день, как говорится, знакома с этой теорией. И вот фирменное уже, можно сказать, Дубовское движение пешки аж в таких случаях очень часто применяется и будет применяться, похоже, практически в каждой такой подобной позиции. Ну, в свое время эти движения крайними пешками стали популярны за счет компьютерной мафии, можно сказать, то есть компьютерных движков, нейросетей. Ну, а сейчас, можно сказать, и люди уже играют так при первой же возможности, даже без пешки на G6. Итак, А4, КНД7, А5, вот мы видим, что пешка куда-то ползет, куда непонятно, черный пока завершает практически развитие, но зафиксировали. Ну, вот идея была следующая. КНД5, КНД5, ладья. А4, очень творческий подход. И затем КНД1. То есть, все это, на самом деле, похоже на разработку компьютерную, вообще-то, по виду. И не буду удивлен, если Даня это все приготовил дома. Ферд С7, КНД1. Ну, такая, в общем-то, игра по крамнику, без рокировок, можно сказать, новый вид шахмат. Вот, и вот спокойное, значит, такие вот развития событий. АБ, ЦБ, слонбит Б4. Выясняется, что Карлсон получил очень быстрый ящик. Что самое смешное, да, как это произошло, я даже и сам не понял. Но вот заход ладьи на А7 предрешил ситуацию. И ладья Ж4, очень важно, вовремя напали на Ж7, начинает все это гибнуть. Нет времени на ладья Ж8, потому что следует ход Ферзь С2. Типа, в печень, можно сказать, заходит на Ж7. Угроза очень серьезная. По объемам Ферзь С2 был более точный ход Ферзь Б1. То есть, там какие-то дополнительные ресурсы, связанные с ходом С3, отфиксировать можно было дополнительно. Но С3 все равно Магнус пошел. И после БЦ, БЦ, вот в случае при Ферзи на Б1, БЦ бы хода бы уже не было из-за Ферзи Б5. А здесь мы видим, что приходится немножко трубить отбой. И вот этот темп атаки потерян. У Магнуса возникли хорошие встречные курсы. Ладья С8. Возможно, этот ход не самый удачный. Был более точный ход Ладья А8. Выменять надо было Ладью и сохранить эти пешки. И тогда Черный Король также мог бы на Ферзь H7 спокойно играть Королью Ф8. Но такого не произошло. Последовало Ладья С8. И какая-то сложная была борьба. Конь Д3. То есть, размены. Конь встал на Ц5. И выяснил, что белые остались просто без фишки, как говорят. Но это ничего страшного. Как говорится, ничего страшного. Мы же играем с чемпионом мира. Без фишки можно спокойно бороться. Но последовала такая занимательная позиция. Лишняя фигура у Магнуса. И Магнус эту позицию умудрился проиграть. Господа. Феноменально. Посмотрите еще раз на эту позицию. Вроде Новый Год еще не начался. И бокалы еще пустые. Но тем не менее, забавно. Король Е7. Ладья С6. Ферзь Д8. И после шаха Магнус отправился вперед на Ф6. Последовал ход Ладья Д6. И здесь надо было делать точный ход Ферзь А5. А Магнус неаккуратно сыграл Ферзь Е7. Таким образом отнял поле отступления у короля. И следует мгновенная же расправа. Так сказать, шах Ф3. Тонкий ход. Неожиданно у коней нет ходов. И после хода Ф5. ФЖ. Ладья С8. Магнус получил натуральнейший мат. Натуральнейший мат. Ферзь Ф5. Браво. Наши ликуют. Магнус плачет. Можно сказать. Но заслуженная победа. Как ни странно. Несмотря на то, что фигура не стала. Даня не выпал из игры. И продолжил такой вот напор свой. Фирменный дубовский напор. Ну что же. Победа в этой партии. Конечно, очень расстроила Магнуса. Магнус и так был не в лучших кондициях. Но вот спустя еще одну партию. Вторую партию они завершили в ничью. И вот спустя партию. Белыми опять-таки играл Даня. И вот другую позицию Магнус исполнил. Я и сам так играл против Магнуса. Белыми помню. Но давайте посмотрим, что здесь произошло. Итак. СД еды. Конь С4. Стандартный достаточный ход. Не пугайтесь. Конь не подставлен. Слон всегда здесь в диагонали работает. А6. Слон Ф4. Мне понравилась эта партия постановкой белых фигур. Все, в общем-то, грамотное и сверхнадежное делал Даня. Ну и очевидно, что вот это движение А5-А4. Это полная липа. Конь А6-А3. И черные, конечно, не решили вопросов дебюта. Все фигуры их пассивные. Ну и дальше давайте посмотрим, как продолжалась борьба. Вообще, это похоже было на вынос тела. Давайте посмотрим, как. Так, С5. Конь пришел на Ф5. Возможно, что и ДЦ можно было играть. И Ферз Ф5. И А4. Опять-таки фирменный ход. Ну вот, такой вот мотив использовал Магнус. Но после хода Конь А6 выяснилось, что очень неприятная угроза создана. То есть, пешки все слабы. То есть, Б6, А4, Д5, Д4. В общем-то, это напоминает какие-то консервы. Вот. Значит, ну после хода Король А8, Конь Е5 выяснилось, что Магнус опять-таки зевнул. Очевидно, что к этому он был не готов. И приходится уже отдавать качество. Ну и здесь уже легкая начинается игра у Дубова. С лишним качеством. Думаю, очень сильные все практически. И вот здесь стадия реализации прошла, в принципе, не сказать, что прям очень аккуратно. Но в целом вполне нормально. Ферзь Е3, Ферзь С6. Защитились. Ну и спрятались Ферзем на Ф2. Ну а концовка была очень изящна. Давайте посмотрим сейчас этот момент. Будем подойдем сейчас к этому моменту. Итак, ну двигались, двигались. Сел на Б2. Опять-таки позиция обострилась. Очевидно, что тоже не самым лучшим образом реализовал Даня. Но, однако, давайте посмотрим, что тут произошло дальше. Последовал такой красивый ход ладья ДС. Выясняется, что на слунгет Е3 последует просто мат в пару ходов. И после хода короля Ф6 там любая ладья может дать шаг на Ф7. Значит, поэтому после хода ладья ДД7 у черных, конечно, все плохо. И после короля Ж2 белые взяли на Е3. Но следует другая расправа. Ладья бьет Б7. Очень красивый ход. Ферзь остается под боем. Брать его нельзя из-за Ф4 с такими же матовыми идеями. Ну и после ладья Ф8, это уже был нервный ход от Магнуса. Ферзь Б3 партия завершилась полным уничтожением, разгромом чемпиона. Вот такие занимательные партии я вам показал. Тур был крайне результативным. Очень много было партий симпатичных. Но все не посмотришь одновременно. Ну вот, делитесь этими партиями со своими друзьями, коллегами. Ну и просто наслаждайтесь такой вот красивой, динамичной борьбой от Даниила Дубова. Желаю всем хорошо отметить Новый год. До новых встреч. До встречи в Новом году. Ну и болеем за наших. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...